Библейский портал экзегет.ру представляет Проект Экзегет. Мой перевод послания к римлянам. Сегодня читаем пятую главу. Очень сложная, тяжелая глава, наберитесь терпения, но она довольно короткая. И на самом деле комментарии тоже будут не очень развернутыми, потому что все это уже так или иначе содержалось в предшествующих главах. Здесь Павел с разных сторон подходит к одной и той же центральной идее. Мы ее уже видели. Это связь искупления, совершенного Христом, когда он умер на кресте, пролив свою кровь, и спасение человека, которое понимается как наделение его праведностью. Праведность – свойство Бога, и Бог отделяет ей человека по своей благодати. То есть это благой дар, это не зарплата, которая полагается за работу, это не следствие какого-то закона. Вот человек выполнил некоторые условия, теперь ему положена благодать, да, как положена пенсия, там, на старости лет тем, кто участвовал в пенсионной системе, да и тем, кто не участвовал, какая-то тоже положена. Вот в пятой главе он начинает разворачивать вот эту схему чуть более подробнее. «Бог, делая нас праведниками, заключает с нами мир при посредничестве Господа нашего Иисуса Христа». Ну, то есть грешники воюют с Богом, и Бог заключает мир, но для этого нужна какая-то точка, через которую надо пройти и измениться. Вот эта точка – это как раз крестная смерть Христа. Это благодаря Ему, Христу, нам по вере открыт доступ к той благодати, в которой мы и утвердились. Вот он нам эту возможность дает. «Мы хвалимся нашей надеждой быть причастными славе Божией, но не только этим, хвалимся и нашими слабость, скорбями, зная, что скорби порождают терпение, терпение, опытность, а опытность – надежда». То есть не говорится, смотрите, мы тоже страдаем, вот люди так говорят, Христос терпел и нам велел, то есть и страдание становится какой-то самоценностью, да, вот страдание мы терпим, мы несем свой крест, как часто говорится об этом. Ну, то есть очень сильно мучаемся и не плачем. Нет, здесь сказано немножко иначе, что вот этим всем Христос своим посредничеством нас наделяет, Бог наделяет через его посредничество, и все это дает нам надежду, и в перенесении скорби мы можем быть терпеливыми. И более того, даже хвалиться, зная, что это терпение растет, конечно, в условиях, когда гонения, в условиях, когда христиан не очень много, когда они терпят и от иудеев, и от римских властей. И вот Павлу очень важно пояснить, что это не просто такое, ну, стиснув зубы, молча терпеть, но это некоторое все-таки действие, которое приводит нас к надежде. Эта надежда не заставит нас стыдиться, ведь Божья любовь пролилась в наши сердца посредством Святого Духа, дарованного нам. Еще когда мы были немощны, ну, то есть грешники, да, Христос в назначенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, впрочем, за хорошего человека, может, кто и решится умереть. Ну, понятно, пожертвовать собой, там, подставить свою грудь под удар вместо того, на кого он направлен. Но Бог явил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Да, подчеркивается, что Бог отдал Христа на смерть ради нас в еще грешном состоянии, никаких праведных поступков мы еще не совершили. Тем паче теперь, став праведниками благодаря Его крови, мы будем спасены им от Божьей кары, да, то есть праведность приходит вот в этот момент распятия Христа, приходит просто по вере, когда человек принимает эту праведность на себя, но не зарабатывает ее. «Прежде мы враждовали с Богом, но примирились с Ним в смерти Его Сына, а уж тем паче мы, примирившись, будем спасены Его жизнью. Но и этого мало. Мы можем хвалиться Богом благодаря Господу нашему Иисусу Христу, ведь в нем мы и обрели примирение». То есть разворачивается все та же история, грешник, он враждует с Богом, и вот это новое качество праведника, оно дает ему возможность заключить мир и более того, войти в общение, получить, не просто заключить мир, ну да, заключили перемирие, все, Бог нас больше не прихлопнет, но войти вот в это новое состояние, новое общение. Дальше он разворачивает сравнение между Христом и Адамом. Адам и Ева согрешили, а Христос всех спас, но это и то, и другое имело последствия для всего человечества. «Через одного человека в мир пришел грех, а за грехом смерть, и так смерть перешла на всех людей через того, в ком согрешили все. Грех был в мире и прежде закона». Да, то есть грех, как нарушение Божьей воли, является источником смерти. Иногда спрашивают, а как же животные, которые были сотворены раньше человека, ну и нам подсказывают ученые, что животные жили на земле раньше человека, они же умирали, это все очевидно. И тут строятся всякие сложные теории, что, может быть, вот этот земной мир, он есть следствие уже падшей человеческой природы, что Адам и Ева были изгнаны из рая, вот в этот наш земной мир, где царит смерть. Да не пишет Павел об этом. Павел говорит о смерти человека, его животные не интересуют. Он говорит, почему люди стали умирать? Потому что согрешили. И грех ввел смерть в этот мир и стал наследственным, да, смертность стала наследственным свойством. То есть, еще не было закона, но греховность уже появилась. Хотя при отсутствии закона грех не вменяется, но смерть царствовала от Адама и до Моисея даже над всеми, кто сам не приступал к повелению Божьих, подобно Адаму. Еще раз он возвращает нас к тому, что закон – это описание греха, это расстановка границ, где начинается грех, но не обуславливание этого греха. Адам – прообраз грядущего, то есть Христа, того, кто придет. Но благодать оказалась совсем не такой, каким было преступление закона. Да, вот Христос – это как бы действие в обратном направлении. Вот Адам согрешил и всех наделил смертностью, Христос искупил и всех наделил праведностью. Но при этом несимметричное. Да, вот он дальше объяснит, чем Христово действие превосходит Адамова. Благодать оказалась совсем не такой, каким было преступление закона. Великое множество людей погибло из-за преступления одного человека, но благодать Божия для этого множества еще изобильнее, да, то есть всего гораздо больше. Таков его благодатный дар через другого человека, Иисуса Христа. Да, этот дар не похож на былой грех. Некогда один согрешил, и все были осуждены, а теперь при множестве грехов все оправданы. Да, то есть не просто симметричное действие. Вот Адам так, а потом Христос так, но наоборот. А тут одно всем. А здесь вот все совершается, вот все человечество обретает спасение, и это гораздо больше. Да, смерть воцарилась через одного человека, когда он преступил закон, и тем более будут жить и царствовать те, кто получают изобильную благодать и дар праведности от одного Иисуса Христа. Итак, преступление одного человека послужило осуждению всех людей, но праведность одного точно так же дарует праведность и жизнь всем людям. Вот он рассказывает не просто какие-то истории, он рассказывает историю человечества. Такую вот духовную, богословскую историю человечества. Первый грех – смерть, искупление, праведная жизнь с Богом. Не меньше. Никак. Ну и дальше он еще раз повторяет эту мысль, она трудна, наверное, для его аудитории, поэтому он ее несколько раз пересказывает. Из-за непослушания одного человека, то бишь Адама, многие стали грешниками. Также из-за послушания одного человека, Христа, многие стали праведниками. Когда появился закон, то умножились и преступления, ну то есть закон сделал эти действия преступными. Но когда умножился грех, благодать оказалась еще изобильнее. Вот чтобы победить, благодать должна быть больше смерти, больше греха. Как смерть возвела на престол грех, так и праведность Иисуса Христа, Господа нашего, возводит на престол благодать для вечной жизни. Вот симметричность все-таки есть, да, неравноценность, неравновесность, но некая симметричность. И дальше он будет задавать вопросы о том, а как же при этом жить нам, христианам, если вот оказывается, что все настолько серьезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!